Продолжение следует... Покажи, что вот это телефон, это софт совместно с железом интегрированный, который умеет суперкруто распознавать пространство. Почему он не вставлен в компьютер? Я его только что отключил, чтобы показать. Project Tango на самом деле выглядит как совершенно обычный телефон. У него есть ряд дополнительных... Совершенно обычная лопата. Да, совершенно обычная лопата. Это модным словом фаблет называется сейчас. Нет, совочек. У него есть ряд дополнительных сенсоров и камер, которые здесь представлены на задней стороне. Это камера для обнаружения пространства, глубинная камера и специальный дальномер. Как это все работает, мы покажем чуть дальше. Наверное, я начну с вопроса. Кто знает, чем Tango отличается от обычного устройства? Какие три основные концепции? С помощью Tango можешь строить карту помещения объемную. Ну и в всяких играх, приложениях используют. Три концепции. Три концепции. Звят, скорее рассказывай. Первое – это motion tracking. Во-первых, устройство с частотой в 100 Гц, то есть 100 раз в секунду, измеряет свое положение. Кому интересны технические детали, мы потом все это расскажем, покажем. Там присутствуют страшные слова типа «кватернеонов» и так далее. Да-да, кто-нибудь знает, что такое «кватернеон»? Вау, круто. Коля Хабаров знает. Коля Хабаров знает. Два человека – это супер. Это очень круто, да. В «Энополисе» сколько человек знало? Коршак знал. Тоже два человека, по-моему, да. Один или два, да. Дальше. Соответственно, motion tracking. Вторая функция – это area learning. В отличие от других устройств, Project Tango умеет изучать пространство. То есть он строит карты, которые записываются в специальный файл. Называется area description file. И уникальность Tango в том, что этими файлами можно обмениваться. То есть мы можем построить некоторую 3D-модель этой комнаты, и другой человек, который, скажем, попадет в эту комнату, может загрузить файл через облако и привязаться конкретно, к каким-то там координатам. Да. И третье. Я не знаю. Чувство глубины. Project Tango знает расстояние. Он работает не с двумерной картинкой, а с трехмерной. И не условно трехмерной, а точной. То есть у него есть лазер, который измеряет дальность. Где-то до 4 метров все это работает прекрасно. Называется depth camera. Depth learning и так далее. Давай попробуем в действии. Да, давайте я попробую показать все эти три основные функции в виде демки. Да, вставляй. Подержи микрофон. Да, давай, подержу. Два микрофона. Да, надо сказать, что Project Tango появился в Google уже, наверное, года 4. И года 3 он официально представлен. Даже в 2014 году NASA помогала и отпозила подобные технологии в космос. И уже космос и уже космос. Там же всегда все самое новое. Вы думали, в Кремнии, в это самое, в компании с яблоком и в компании на букву G самое новое? Нет. Нет, на самом деле все сначала в космосе опробуется, а потом, я представляю, это самый беспилотный автомобиль. Ну, кстати, да, ведь роверы же, которые ездят по Марсу, это же тоже беспилотные автомобили. Поэтому, да, да, но все равно. Нет, они же иногда и сами ездят. Вот. Суть в том, что он был в 2014 году в космосе, подобный алгоритм, который распознавал пространство и стоил 3D-модель. И вот сейчас ничего не понятно, но я сейчас подойду. И вы можете видеть облако точек. Отойди чуть назад. Вот. Вы можете видеть. Микрофон увидят? Ну, плохо. А, вот-вот-вот, видно микрофон. Блин, не похож на микрофон. Зато похож на тебя. Это раз. Во-вторых, вы можете видеть вот эта синяя полоска. Что это? Вот motion track. А ты переместись куда-нибудь еще. Вот ты сейчас просто бутылочки уронишь, мы сейчас так проводачим. Это точно работает. Для того, чтобы точно отслеживать свое положение, используется огромное количество дополнительных измерений. И это отслеживается не только с помощью гироскопа и акселерометра, но с помощью специальной камеры, которая вот здесь вот здесь вот находится. И есть SDK. Стоит сказать, что это приложение написал Zviad сам в Unity. На самом деле это демо-приложение. Я ничего магического не сделал. У Tango есть три SDK. А есть что-то твое? Осталось еще здесь? Есть. В меню называется Color Meshes, что-то такое. Расскажи, как писать приложение. Сначала расскажу про SDK. Для работы с Project Tango есть три API, три SDK. Первое это, естественно, Unity. В основном вы будете сегодня введить демки именно на Unity. Это самый, наверное, простой и удобный способ работы с Tango. Второе это Java API. Вы можете использовать Android Studio, но в случае с Java вам нужен какой-то дополнительный рендеринг-движок. И кто знает, какой рендеринг-движок самый популярный для Java? Второй. Тишина. Да никто не знает. Раджа Воли называется. Он используется как для кардборда, так и для кучи всего остального. А мячики не будут лететь и отражаться? Нет, это демка без мячиков. Ну ладно. Третье это C API. Вы можете использовать C для работы с каким-то рендеринг-движком. Поддерживается Unreal Engine и, естественно, Unity. То есть для тех, кто делает игры, я думаю, это отличный вариант. Подключить Unreal. По поводу демок. Если вы когда-то работали с Unity, вам будет достаточно легко освоить танго, но я с Unity никогда не работал, поэтому мне было очень тяжело. Там очень много всяких кнопочек, которые не похожи на обычную среду разработки. Сейчас Денис показывает демку, как можно мерить расстояние. При том, что интересно… Как-то ты очень странно меряешь, да? Почему? Ну, не важно. Но что интересно, когда он делает измерения, вот эта линия следует за линиями в пространстве. Видно, что он распознает углы пространства. Да, то есть он понял грани и вот так вот преследует. То есть вы можете сделать какие-то измерения, например, померить свою комнату, прийти в магазин, сделать фотографии вот этих измерений. Точно так же есть, например, уже готовое приложение с каталогом мебели, где вы можете взять каталог мебели, разместить его в своей комнате, если вам все понравилось, сделать фоточку и, соответственно, через приложение все заказать. Ну, видно, что хорошо распознает пространство трехмерное. Какое-то еще у нас было приложение, я подзабыл. Подзабыл. 3D-модельку, кубика давай построим на сцене, которая в сцене называется. Точно, точно. У нас же специально подготовленный кубик. Нет, сейчас я покажу. Вот мы на прошлой конференции делали уже готовые замеры. Вот, например, сидит Звиад. Построенная абсолютно достаточно хорошо модель. Пробуй. С трясущихся моих рук, не выспавшихся. Модель того, как сидит Звиад, и у нас есть печенье. И вот даже текстура моего макбука с его стикерами видна. Сейчас я попробую подвинуть. Да, идея в том, что раз вы можете получать некоторое облако точек, вы можете построить 3D-модель. То есть это такой некий 3D-сканер, у которого точность достаточно приемлемая, чтобы делать какие-то простые модельки. Попробуй он сделать кубик. Зачем же ты его убрал на пол? А, да, далеко. И? Мне кажется, темно, ты закрыл камеру. Да, да, да. Извините, я просто рукой закрыл камеру. Перезапустил еще демку. Все сломалось. Вот, что очень клево, устройство будет в скором времени доступно для… Уже доступно. Да? Мне кажется, да. А, по-моему, нет. Вот, и стоить оно будет где-то… Кнопка buy уже есть на сайте. 500, 599, 600 долларов. Tango Core has stopped. Что? Tango Core has stopped, unfortunately. Unfortunately тебе придется сделать рестарт приложения. Core прямо упал. Ничего магического. Вот, то есть это второй девайс с Project Tango. Первый был чистым прототипом, то есть вы не могли его купить свободно в магазине или сделать какой-то предзаказ. Что-то пошло не так. Мне кажется, тебе нужно чуть-чуть отойти и перестать вращать бесконечно Tango. Надо его перезагрузить. В Anopolis все работало. Это Звят его сломал за время обращения. Ну, неважно. Кто-то не выспался, мне кажется. Да, устройство на Tango не выспалось. Да. Сейчас мы построим 3D. Крутость в том, что такое устройство скоро можно будет купить. Нет. Крутость в том, что его надо перезагрузить. Давай я попробую это сделать. Не надо перезагружать. Да нет, он перевернул все кверх ногами. Сейчас. Все, перезагрузить. Посмотрим, как красиво. Перевернул кверх ногами, потому что ты держишь устройство кверх ногами. Он форсит. Нет, я перерывал. Расскажи еще что-нибудь скорее пока люди. В общем, Tango – это второе устройство. Первое было вообще медленный планшет. Здоровенный. Да. Но ребята уже в России писали несколько статей на Хабре буквально вот в ноябре, наверное. Да не в октябре. В октябре ребятам доставалось. Они делали умных роботов, которые не врезаются в стены, в виде эти стены катаются, подключая Tango к Arduino. И еще какие-то устройства. Очень интересное приложение именно в качестве робототехнического мозга. Потому что тут достаточно все мощное. И какой тут Qualcomm, не знаешь? Понятия не имею. Не важно. Главное, что это все быстро работает и работает достаточно удобно. Теперь нужно позакрывать тебе окошечки. Закрой, пожалуйста, мне окошечки. Давай, Дэн, мы в тебя верим. О! Меня-то вы верите, а в длину шнура вы верите? Ну почти. Жаль, код не пройдет мимо нас. Мы бы его засканили. То есть вы можете вот так вот условно снять некоторые объекты и получить его 3D-модель, 3D-модель пространства. Этими файликами вы можете спокойно перекидываться. А ну попробуй. Чего попробовать? Нажать паузу и посмотреть на пространство. Сейчас, сейчас, подожди. С разных сторон. Я досканю чуть-чуть. Пусть узнает больше. Ну давай посмотрим. Вот, собственно, получился вполне себе годный кубик. Да, даже трясущиеся руки не помешали построить. Нет, прям очень хорошо построил. Да, и тут еще освещение хорошее. И пространство, видимо, без помех каких-то. Поэтому все, куда камера заглянула, построилась вполне годная 3D-сцена. И последний пример, нет, предпоследний пример. Последний пример будет вообще самый веселый. А какой предпоследний? О, тебе все расскажи. Во-первых, нужно сказать, что используется он не только для построения виртуального пространства, но и просто для различных игр. Различных игр. Вот сейчас есть подобные игры на… Pokemon Go называется. А? Pokemon Go называется игра с дополненной реальности. Да, Pokemon Go в уфоре. Не-не-не, я именно про полную виртуальную реальность. Да, есть. Но знаете, в чем разница между Pokemon Go и играми, которые с Project Ango? Pokemon Go хоть и дополненная реальность, но он видит картинку двумерной, и объекты привязываются к некоторым маркерам в пространстве. То есть оно не понимает пространство вокруг нас. Оно условно находит какие-то точки на двумерной картинке и туда размещает покемончиков. Здесь мы можем совершенно точно следить за своим движением. Вот Денис какой-то… Что это ты делаешь, Денис? Я показываю демку того, что не обязательно достраивать к реальному пространству виртуальное. Можно полностью погрузить человека в виртуальное пространство, но крутость этого устройства в том, что мы можем подходить физически к стенам, отходить от них, передвигаться, залезать под стол. Потому что оно невероятно круто распознает пространство. И это новый уровень в экспириенсе игровом. Зачем все это нужно? Это работает с картборда SDK, например. Вы можете вот эту картинку посмотреть через картборды и Dream и так далее. Сейчас я что-нибудь передвину куда-нибудь. Я, кажется, понял, что ты показываешь. Это Hot Wheels. Да, здесь можно построить некую трассу в виртуальном пространстве и гонять по ней машинок. Теперь самое главное демка. Конечно, самое главное. Мы в Иннополисе чуть не сорвали презентацию, потому что не могли Дениса остановить. Ему так было интересно и весело. Вот. Это демка от Lenovo, которую они сделали специально для танго. или команда танго сделал для них специально. Но, в общем, она встроена в камеру Lenovo. Воу-воу. Ничего себе. Мне кажется, нам нужно сразу... Но я не то хотел построить. Тебе нужно переключиться на котика внизу. Но все равно интересно. Сейчас я переключусь, да. Видно, видно, видно котика? Мы его сейчас позовем сюда, чтобы он подошел к нам. Давай, иди ко мне. Иди-ка сюда. Все любят котиков. Подойди к нему поближе. Мы сейчас его попросим прыгнуть на кубик. На кубик цену на кубик. Прыгнет, нет? Должен прыгнуть. Опа! И еще разочек. Давай, братух. Прыгай. Прыгнет? Опа! Супер, кот! Где настоящий? Жалко, нет рядом настоящего. Можно еще поиграть в режим лазерной указки, чтобы он побегал. Так, мы сейчас еще видео запишем. Можно еще, помимо того, что играться с ним, еще в этот момент записывать видео. Ну, давай, беги, беги. Вот же лазер. Опа! Как видите, распознавание пространства великолепное. Он, видите, боится спрыгнуть. И давай на пол его обратно. Да, давай на пол. И покажем, отключим лазерную указку. Давай снимем зал с котиком. Да, и снимем зал. Помашите рукой, это видео, может быть, попадет в какой-то из обзоров кого-то из блогеров о том, как мы рассказываем про Project Tango. Очень классный котенок. Моя любимая, да, можно даже рыбку ему кинуть, и рыбка упадет именно на то пространство, на которое мы... Кидаем, чтобы потерялся. Да не мяукай ты сейчас будет. Дэн опять заигрался. Придется тебя прервать, дружище, прости. А что, опять отдавать надо устройство? Да, пройти дальше. Я же езжу на все конференции, потому что ты мне обещаешь, что дашь поиграться. На самом деле, вот Звиад ходил на мастер-класс в Сан-Франциско, в Калифорнии на два дня, на котором им рассказывали, как создавать приложение. А я улетел, и мне дали только Google Home, а Project Tango у меня нет. Поэтому каждая конференция для меня большая радость, что я могу поиграться. Вот и он сказал про Google Home. Да, и так плавно я подвел Google Home. Это полноценный домашний ассистент. У кого есть Chromecast? О, круто. А у кого есть телевизор дома? А с Android TV? Ну или Smart TV, любой. С умным TV, да. Ну, мне кажется, все хромы и телевизоры это уже практически равно. Круто. В общем, Google Home, колоночка небольшая, с очень громким динамиком, и которая отвечает на разные запросы. Например, качество звука можно проверить, сказав «Окей, Google? Окей, Google? Плей some music». «All right, music on Google, play music. Here you go». Да, что интересно, у него верхняя вот эта вот поверхность, она сенсорная. Надо сказать «стоп». Она убавляет, поверьте мне. Просто когда с ней англичанин разговаривает, она лучше работает. Окей, Google. Скажи мне, что ты можешь делать? Мне кажется, она должна потом уроки английского рекламировать автоматически. Окей, Google. Hey, Google. На самом деле проблема в эхо, потому что когда я говорю в микрофон, она, ну, прям теряется, не понимает, что происходит, почему тут еще эхо. Да, из-за алгоритмов эхо-конселейшена. Она сказала, что мы можем новости на определенном канале включить и поиграть с ней в игру. Сейчас мы с вами поиграем в игру, но перед этим мы что сделаем, перед этим еще мы расскажем, что она может рассказать новости. Она так не умеет «Russia Today». Просто «Latest News» попроси ее. Окей, Google. «Latest Tech News». Свеженький. Она включает подкасты, можно в настройках выбирать источники подкастов. Да. А что, замолчал? Я думаю, проблема с Wi-Fi. Как? Или нет? Не знаю. Окей, Google. А что, на самом деле, с ней совершенно не нужно? Разговаривать в обнимку, как Денис это делает? Можно отойти? Конечно. Окей, Google. Окей, Google. Окей, Google. Окей, Google. Where's my deadline? Hmm, I don't recall. Окей, Google. денис зажал включить gps включи на телефоне мы спросим у него погода она по эпичнику может определить но почему-то не сказала давай спроси погоду нет жлобить включить gps что-то почему я не знаю почему меня включен джиги странно ну ладно давай еще что-нибудь у нее спросим окей google из календаря попроси что-то прочитать у дениса нет никакой адженда бездельник просто бездельник да хорошо что она не сказал что у меня дни рождения сегодня у мамы супруги оки google дуина вот из воронеж стоит университет нет ладно я думаю надо поиграть в груди низ дуина сити воронеж in russia окей google окей google мэйк роут у москва окей google кол зверят а я у тебя по-русски записан подстава да в общем суть в том что вы можете совершать все те же действия которые вы можете совершать с помощью окей google и еще больше еще меньше еще больше еще меньше но только она умнее да в чем различие в том что она умнее чем окей google потому что окей google часто не умеет работать с контекстом она же все время держит контекст если мы спросим окей google а мей президент о прошла а президент россия владимир путин а олдис хи олдис хи олдис хи олдис хи олдис хи олдис хи почти почему это проблема в дикции однозначно не проблема но контекст она поняла конечно только да хорошо что не это ладно ладно стоп я думаю нам нужно два добровольца да да нам нужно два добровольца так вот один во второй выходите нет стоп вы говорите по-английски да давайте кто говорит по-английски выходите вот все отлично два человека кто второй вот 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 двое окей окей google окей google окей google стой стой дай мне секунду чтобы поставить на мою геймшоу хост костюм окей я готова 1 2 3 4 суть в том что вы можете попросить ее поиграть в какие-то разные игры и сейчас будет одна из них welcome to are you feeling lucky if you're looking for random trivia questions then you're in the right place вообщем how many are playing this time? 2 I'm ready to get you started how many contestants are playing? 2 2 2 2 2 4 4 5 5 4 5 5 5 6 6 6 7 Не в микрофон, Денис. А по-моему, к первому участнику. А по-моему, к первому участнику. А по-моему, к первому участнику. Ничего себе. Угадал, да. В общем, спасибо, ребята. Все, остановись. Спасибо большое, ребята. В общем, она, конечно, быстренько меня сливает в этих играх, потому что все вопросы связаны с американской культурой. И тут тяжеловато играть. Как в английском пабе тоже невозможно по средам играть в их куизы. Музик куиз. Куизы, да. Но что еще? Ну, в общем, она еще умеет работать с вашим хромкастом. И можно сказать, воспроизводи музыку на хромкасте на кухне. Она начинает играть там. Можно сказать, включи какой-нибудь YouTube-канал. Во-вторых, она умеет работать с огромным количеством умных устройств, типа термостаты, камеры, лампочки и всякая такая ерунда. Вы можете сказать, включи свет в спальне или сделай оттенок по насыщеннее, что-то такое. Да, да, осталось купить Philips Hue. Да, да. Осталось обзавестить огромным количеством умных устройств. Да, да, да. Также она умеет заказывать такси, пиццу и всякую ерунду с Амазона. Давай, давай попробуем. Окей, Google. Ордер Uber. Да мы не играем уже. Мы в Идею. Окей, Google, стоп, плиз. Стоп it. Are you sure you want to quit? Yes. All right, see you next time. Окей, Google. Grab taxi. Sorry, I don't know how to help with that yet. Окей, Google. А ты не завел на уртоксичное. I want a taxi. If you'd like to chat with me through text, try downloading the L.O.F. L.O.F. I need to repeat. Окей, Google. Order Uber. А ворань же есть Uber? It looks like your Uber account is not like him. Вот. Вот. Вы должны привязать свой Uber аккаунт к приложению. Приложение называется Google Home. Это центральная точка для настройки управления вот этого маленького девайса. Оно и для хромкастов сейчас стало центральным. На самом деле все достаточно просто. Вы настраиваете его один раз, оно заводит кучу ваших аккаунтов в единую, скажем, точку и умеет потом заказывать и выполнять все ваши запросы. Да вот, собственно, наверное, и все, что хочется сказать. Можем еще ее вскрыть. Сейчас она отсоединится. Провод, да. Вот она выглядит вот так вот здесь. Идея в том, что вот эти нижние сеточки, они разноцветные. Так что вы можете подобрать какие-то чехольчики под ваш интерьер разного цвета. Но начнем сначала, что она не продается в России. Да. Но стоит в распродаже рождественские всего лишь 100 баксов. Поэтому американцы, мы надеемся, что купят и рынок откроется. И в ближайшее время скоро появится публичная API, скорее всего. Да. Благодаря которому можно будет написать своей командой и распознавать, что она хочет и делать свои действия. То есть если у вас есть какое-то приложение или какой-то сервис, скажем, в пиццерии в Воронеже. Да. Вы можете добавить туда возможность заказать пиццу из воронежской пиццерии или какие-то услуги из вашего сервиса. Все это будет публично открыто и появится поддержка со временем 80 основных языков, которые есть у Google. Пока она работает только с английским, но потихоньку они будут добавлять и выкатывать новые языки. Да. Но там можно любой сервис, не обязательно физическое какое-то действие. Можно же там, например, воспроизвести подкасты Дениса Извятой. Можно добавить, скажем, вот это мое устройство. У нас на работе есть дашборд с аналитикой. Я хочу добавить команды. У меня есть доступ к API. Поэтому я хочу добавить их уже сейчас. Переключить дашборд, покажи там графики и так далее. То есть это вы можете сделать. Будут какие-то кастомные ивенты для конкретно вашего случая. Да, и там можно вести диалоги с ней, а не просто сделать ивенты и все. И никакого. Я думаю, все, давай ответим на вопросы, какие появились у людей. Сразу вопросы. Да, конечно. Я думаю, да. Вот рука. Где? Кто ассистент? Я схожу. Это да, отвечать. Я буду там покрывать это самое. Ты отвечай. Сразу первый вопрос. Это о том, когда это будет доступно в России. Потому что сейчас я посмотрел в Google Store и где-то еще. То есть сейчас этого в России нет. Когда это будет доступно, интересно. Что именно? Сам Google Home и Project Tango и все вот это. Все устройства. Tango доступен уже сейчас. Tango, по-моему, доступен для предзаказа. Я не знаю, как насчет России, но его точно можно предзаказать. Предзаказ с Google Tango вроде как есть, но вот Google Home еще вообще даже для предзаказа недоступен. Это придется или заказывать откуда-то, или когда это будет здесь все-таки? Ну, мы не знаем на самом деле, что как у Google сейчас в российском рынке и когда появится Home. Но про Tango мы можем сказать, что если у вас компания или вы частное лицо, которое очень сильно заинтересовано в разработке по Tango, вы можете поговорить с нами и мы можем попробовать договориться о агентской программе и предоставить вам Tango на какое-то время от компании Google для тестов. Единственное условие, что если вы получаете Project Tango, вы должны будете написать какую-то там статью, сделать демку, выпустить приложение. То есть это… Можно договориться, да, с Google Россией вы получите прототип для разработки. По поводу Google Home, прости, пожалуйста. Я не знаю, когда он появится. Может быть, когда-нибудь в ближайшее время, да. Это понятно. И второй вопрос сразу. Планируется ли для Google Home русский язык и такая же мультиязычность, как у Google Now? Да. Понятно, спасибо. Следующий. Сейчас модная тема 3D принтеры. Вот тот дальномер, который в Tango установлен, позволяет выгружать в каком-то формате файлы? Да, вы можете выгружать описание пространства. Я говорил, это специальный файл, который называется ADF, Area Description File. И второй, вы можете выгружать те модельки, которые Денис сегодня построил, вот этот кубик. Вы можете выгрузить его и дальше там преобразовать. А потом конвертить, да, уже в другом приложении? Да, да, конвертить в нужное там. Да, все, что угодно сделать. Просто это альтернатива тем 3D сканерам, которые стоят примерно столько же. Да, да, за 600 долларов вы получаете не просто 3D сканер, но еще какое-то устройство такое. Для бытовых нужно, мне кажется, вполне достаточно. Спасибо. 3D сканер не может от трясущейся руки нормально снимать. Нет, кто нает свои перемещения. Смотря какой. Да, дорогие. Раз. Да. Еще вопрос. Привет, спасибо за рассказ. Очень интересно. А какое железо у Google Home? Что там вообще? По поводу железа? Ну, я могу сказать так, что детали железа мы не знаем, но основано все это на технологии Cast, потому что само устройство было разработано командой Cast в Google. По поводу железа не знаю. Ну, то есть это Chromecast Audio по большому счету. Понять не имею, честно. Дэн. Помощнее. Тут много сил же потрачено на распознавание звука, которого нет у Chromecast Audio и на воспроизведение. Поэтому, да, 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 да. Поэтому вряд ли. Ну, это команда Cast и Chromecast сделала. Поэтому какая там операционка, там точно не Android, в отличие от многих продуктов. Ну, хотя, может быть, кто знает. Нам не говорили. Мы как не расспрашивали, нам не отвечали на эти вопросы. Спасибо. Не знаем. Еще вопрос. Да, у меня есть вопрос. Я тут. Здравствуйте. Вы сказали, что Google Home сохраняет аккаунты. Как он это действует? Через авторизацию аккаунтов Google, через которые они были подключены? Мы устанавливаем на наш смартфон приложение. Оно говорит, есть ли рядом Google Home. Настраиваем, синхронизируем его с этим Home и оно дружит с ним, зная наш аккаунт из нашего смартфона и локацию из нашего смартфона, контакт из нашего смартфона. Но на все это нужен отдельный permission. Поэтому просто так она все не будет подтягивать, пока мы не разрешим ей получать доступ к этому смартфону. Абсолютно. Абсолютно. Поистине. Нет, точно на сантиметрах счет идет. Да, то есть это как бы… Мы сейчас видели с вами… Миллиметры вряд ли, сантиметры, я думаю, да, вполне. Даже, ну, доли сантиметров. Да нет, бороду она твою не распознает. Или как ты настроишь? Спасибо. Ну, пол сантиметра, я думаю, вполне. Да, да. Да, что-то такое. А кто у вас здесь еще поднимал руку? И вот там еще одна рука где-то. Есть ли у Google планы на Tango 2? Это и есть Tango 2. Да. Нет, на именно Tango 2, на следующую версию. Ну, значит, первый надо, чтобы в релиз выйти. Ну, я думаю, что… Пока это все консюмер превью. Есть планы развивать эту технологию, как это будет называться, понятия не имею, честно говоря. Ну, как бы то, что мы сейчас продемонстрировали, оно реально круто работает. То есть частота и точность измерения, они… Ну, то есть пока Google не говорил о следующей модели и что они планируют там улучшать. Не-не, пока это надо зарелизить. Да, пока хоть какая-то должна выйти. Да, 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 и появится рынок. Пока нет официального рынка приложений, там как бы есть или нет, уже есть? Есть где-то, ну, несколько вертикальных рынков, где это планируется использовать, естественно, образование, медиа и развлечения, шоппинг. То есть шоппинг как каталоги приложений, так и, скажем, вы зашли в какой-то магазин, по геолокации вы подгрузили себе area description файл и не знаете в огромном магазине, как найти какую-то полочку. Вы там вводите товар и оно вас проводит по магазину, говорит, вот подними взгляд. И вот на этой полочке лежит устройство. Не устройство, а товар какой-то, поэтому… Понятно, спасибо. Пожалуйста. Хотелось бы узнать, какая автономность у Google Tango? Насколько его хватит? Ну, как и любого фаблета. Как с ключной камерой. Я думаю, часа два он будет работать спокойно. Беспрерывно? Да. Я во время воркшопа Хакатона, наверное, где-то час не выключал сенсоры, снимал с них данные, там их как-то отфильтровал, преобразовывал. В принципе, на час точно хватает. Он греется, если делать с ним какие-то сложные вычисления. Мы там рисовали облако частиц, ну их преобразовывали, тогда да, греется. Но в целом, вот то, что мы с Денисом показывали, даже вот этот motion tracking… Не, котенок это вообще самая мелкая ерунда. Motion tracking с облаком точек, вот первая демка, которая была, он вообще не нагревает телефон. Ну да, а вот игры, как мы показывали… Оно сильнее греется не от обработки данных, а от рендеринга. То есть, если использовать, например, Unity для рендеринга, мы там делали дополненную реальность, ввиде того, что расставляли какие-то объекты и стреляли в них там лучами из частиц. Вот рендеринг частиц заставляет, ну как бенчмарк, нагреться устройство. И второй вопрос. Выходной формат у 3D-модели, это, скорее всего, облака точек, правильно? То есть она уже не… Нет, причем можно… Ну там была демка, где ты Мэша показывал. Но полигоны она не построит. Строит почему? Вот это моя демка и строит полигоны. Там есть приложение, которое я делал. Она из облака точек рисует такие вот квадратики. Ну то есть она просто достаточно грубо забирает цвет и строит квадратиками пространство. И ты можешь получить 3D-модель. Да, я хочу заметить, что лучше все это делать уже дома на своем десктопе, получив облако точек и обрабатывать его, чем нагружать устройство в реальном времени, если как бы не требуется рендеринг пользователю показывать на экране. Ну и, соответственно, облака точек содержит непосредственно цвет, да, сканированный? Да, да. Из него потом можно получить текстуры и так далее. Да, да, все верно. Это можно и на устройстве получить. Можем потом еще раз демку показать, кому интересно. Здравствуйте, хорошая лекция. Меня интересует, Google Home это больше самостоятельный девайс или жесткая привязка к телефону, смартфону? Нет, к смартфону это не привязка. Смартфон выступает как дополнительный микрофон, который лежит отдельно и если, допустим, в другой комнате, то можно все равно пообщаться с Google Home. Привязка какая? Вы в любом случае должны привязаться аккаунтом, чтобы это работало. Это может быть iPhone. Не обязательно даже Android смартфон иметь. То есть основной девайс это все-таки Google Home и к нему уже идет обращение, вернее, от него обращение к телефону. Они вообще могут, ну как бы, от Home к телефону вообще не идет обращение. Она работает без смартфона. Смартфон используется для настройки, для того, чтобы добавить свои данные, аккаунты, там, карты и прочее. Да, и все, можно потом выкинуть смартфон, она будет работать. Да, и еще интересно, в доме он будет находиться, естественно, в одном месте, а ты можешь по всему дому перемещаться. Будут какие-то дополнительные настраивающие девайсы или что? Во-первых, можно купить несколько Google Home, поставить в каждую комнату. Во-вторых, можно через телефон передать команду ассистенту. Сначала надо с однушки съехать на двушку, да, хотя бы снять двушку, не то что купить. Вот, то есть можно ассистенту. По сути, на самом деле, Google Home никакая не магия, это некий такой централизованный интерфейс для работы с Google Ассистентом. Ассистент уже сейчас доступен в новом телефоне от Google, который называется Pixel, и в приложении Allo. Ассистент будет выкатываться на… Да он уже ПК-шка, небось, лежит на ФОПДА. Не знаю, может быть. Суть в том, что это просто некий интерфейс для работы с Google Ассистентом. Наверное, они будут меняться, появляться новые, больше, меньше и так далее. Спасибо. Пожалуйста. А мы награждаем как-то лучше вопросы? Два, два, два. Извини. Ты к нам можешь так подойти? Да, мы ответим на все вопросы. Привет. Так почему называется танго? Вот ты сказал, что я расскажу, почему называется танго, вот ты и отвечай. У меня были соображения. Потому что объединена виртуальная реальность и настоящая реальность. Вот в чем танго. В том, что переплетены воедино камера и виртуальное пространство. Очень красиво отмазался. Так и было, так и было. Они ради этого и придумали название точно. Держи микрофон, он вот он. Какие датчики еще стоят в этой коробочке? Никаких. Микрофон. Микрофон динамик. Причем, по-моему, iFixit жаловались, что в Amazon Alexa стоит несколько микрофонов, которые отлично распознают. А здесь, по-моему, два. А здесь всего лишь два и типа они дешевые и тупые. Но по нашим тестам она тоже работает отлично. И с Alexa хороший конкурент. Да, то есть совершенно не обязательно обнимать Google Home, как делал Денис. Вы можете где-то с расстояния, наверное, метров пять вполне спокойно сказать, там, окей, Google, хей, Google, и она будет реагировать. Ну, датчик прикосновения есть у нее. Да, 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 да. Она автономно работает вообще с штукой? Нет. Батареек в ней нет, она работает только от розетки и с включенным Wi-Fi. Если мы сейчас отключим выглушенный Гвест Wi-Fi, она перестанет работать. И если выдернем, то… Нет, она не перестанет работать. Она просто на любой запрос будет говорить, что, извини, у меня нет Wi-Fi. Да. Она постоянно 24 часа в сутки слушает. Да. И пишет, и анализирует. А так это никто не скрывает. Поэтому она в России недоступна, потому что… Скорее всего, да. Есть кнопочка типа «отключить микрофон»? Майкл-фон, да. Вот. Вроде как не слушает. Или притворяется. Я думаю, мы передадим слово. Анспирологические теории, да, мы готовы с вами обсудить за кулисами.